Пока выключу. Звуки включайте, как будете с вопросами какими-то вдруг оказываться. Ну, там ближе к концу, если что. Так, все вроде, все звуки отключились, ребят. Что мы будем делать сегодня? Ну, для родителей информация. У кого рядышком находятся ребятишки. Сегодня в рисовании лучше позволить рисовать все, что идет, все, что хочется. Я буду показывать всякие разности. Больше там для глазков очень полезные и хорошенькие. У кого будет видео подвисать, рекомендую, немножко можно ускориться. Например, выключив свое видеоизображение, там бывает прохождение сигнала лучше. Я могу подвисать иногда. У нас интернет бывает плавающий слегка, поэтому там ничего такого сложного не будет, чтобы там что-то прям так запутаться в чем-то. Вот. Нет, я пока общую рассказал. Момент. Вот. Меня зовут Дмитрий. Со мной рядышком Галла. Галла. Вот. Мы работаем художниками уже много-много лет. Еще с нами соловей. У нас еще группа поддержки в виде Марковкина. Марковкин у нас это такой кеннер. Слушайте его. Мальчик кеннер. Он будет нам иногда аккомпанировать. Подпевать. Вот. Иногда у нас будут приходить разные посетители. У нас есть и коты, и не коты, и черепашка Наташка. Это у нас тоже была вот только что. Так что вот. Будут забегать к нам разные существа. Мы сегодня с вами будем исследовать краски самым непривычным образом. Ну, что-то мы такое с ними сегодня сделаем. Ну, будет много краски. Больше всего мы с вами потратим белую краску. Нам нужны будут самые цвета разные. Но главное, ребят, здесь для взрослых просто надо отдохнуть. Для глаз это очень полезно. Вот просто отдохнуть глазами. Ну, взрослые знают, что там в глазках есть у нас сетчатка глаза. Вот сетчатка глаза, она тоже требует отдыха. И надо давать как-то что-то вкусненькое. Вот сегодня мы дадим вкусненькое нашим глазкам. Это для них очень полезно. Детям надо немножко побаловаться в краске. Это очень полезно. Это очень здорово. И самое интересное, что еще и получаются такие интересные вещи, которые даже вот никогда и не придумаешь. Вот тоже вот очень любопытно. Сейчас узнаете. Вот покажу вам такие самые простые штучки. Что мы еще? О чем мы поговорим сейчас? Все, наверное. Ой, хватит говорить. Сколько можно говорить? Не хочется, ребят, можно полежать. Можно не рисовать. Да, ребят, можно не рисовать. Можно полежать, посмотреть, как рисуют другие. Можно даже вздремнуть, если что. Можно рисовать свое. Вот мы что-то там делаем. Вы там подглядываете иногда, может быть, одним глазком. И что-то свое пошло. Какая-то своя идея. Вперед эту идею и используйте. Мало ли вдруг. Всем ребятам рекомендую рисовать, что хочется и что нравится вот сейчас на наше вот это время. Ну, а если что-то понравится из того, что я покажу, вперед. Вот. Я, собственно говоря, перехожу на вторую камеру сейчас и начну вам показывать разные штучки. Вот. Камера у меня будет вот здесь находиться сегодня. Нет, пока я вижу. По линии организатора. По линии организатора. Я сейчас не найду ее в таком большом списке. Там такой список, я ничего не вижу. Такой большущий, нас так много. Да я увижу, что кто-то есть. Итак, ребят, форматики я вам предлагал использовать самые разные. Я нарезал листочки самых необычных размеров. И вот такие вытянутые, длинные. И вот то, которое я описывал, такие вот небольшие на четыре листа, которые делятся. Всякие пригодятся. Можно картонки, можно все что угодно. Чем хорошо маленькие форматы. В них можно сразу делать эксперименты с большим количеством разных красок и сделать их много. Не одну картинку, но большую. А, например, из большой картинки сделать целых четыре. Сейчас я предлагаю вам исследовать ваши краски. Вообще это исследование очень полезно и для глаз в том числе. Что ваши краски вообще из себя представляют. Вот у вас есть сколько-то красок. Вот в моей кучке сейчас не так уж много, в принципе, красок. Но достаточно. Такая вот кучка небольшая. Это гуашевые краски. Вот можно взять любые краски. Но вот сколько-то красок я предлагаю. Пять, которые вам больше всего интересно попробовать, что они делают. Вот я вам сейчас предлагаю выбрать пять красок. У нас пять пальцев. На каждый пальчик давайте его по краске. Я вот желтую попробую, красную, зеленую, синюю, фиолетовую. Эти пока чуть погодя попробую. Вот самые вот такие. Пока любопытно вот это мне сделать. Вот. Вот с этим сейчас и начну. Делать всякие эксперименты. Эксперимент первый, ребята. Но, в принципе, я предлагаю вам вот как раз сейчас делать пять экспериментов именно с этими пятьюми красками. Нам нужны будут палочки. Лучше всего, конечно, если у вас будет зубочисток или палочек, пять штук. То есть у меня пять красок. Вот в каждую краску по палочке. Чтобы не пачкать кисточки, чтобы не пачкать палочки. У меня в каждом таком вот, в каждой баночке по палочке. Все очень четко. Сейчас даже поближе немножко подъеду. И полетели, ребята. Что я сейчас вам предлагаю сделать? Есть у меня еще шестая палочка. И вот этой шестой палочкой я вам предлагаю сейчас налить целую чайную ложку. А может быть, даже у вас есть чайная ложка. А может быть, у вас даже найдется какая-нибудь там крышечка-черпалочка, которой можно, например, взять белой краски и прям вот налить ее сюда много. Вот это целая чайная ложка. Вот целая чайная ложечка. Немало так, немало. А потом сюда добавить какой-то любой цвет, с которого начнем наше исследование. Любой абсолютно можно цвет взять. Что-то здесь палочкой поделать, поделать, поделать. Тоже вот такую вот поразмазывать это все вот по всему листочку. Чтобы от нашего листочка белой бумаги почти ничего не осталось. Вот почти все, чтобы вот так вот потихонечку закрылось. Вот палочкой этот слегка разровняли. И сейчас вот я вам предлагаю сделать очень простую такую штучку. Накрыть этот листочек с другим листочком. Просто его накрываете смело. Можно немножко похлопать. Можно не хлопая. И вот давайте сейчас будем отлеплять. Вот я отлепляю второй листочек. Там получается такая... Ну, их по-разному называют такие. Их и ляпами называют. Их называют и монотипия. Но здесь не монотипия, потому что их две. Уже не монотипия. Дубльтипия какая-нибудь. Дубльтипия. Вот. Такие вот штучки. Они очень необычные. Но самое главное, ребята, одной краски. Всего лишь из одной краски получилось очень много разных оттенков. Тут очень много оттенков. Вот и понаблюдайте, посмотрите. Очень много оттенков получается всего лишь из одного цвета. Хотя была всего одна краска взята. Сейчас я буду вам показывать разные виды отлипа. Давайте еще раз покажу, какой здесь был отлип. Может быть, кому-то будет это тоже важно. Сейчас еще раз прилеплю. Снова. И вот отлип был просто как будто как листочек книги переворачивают за серединку только. Вот такой вот отлипчик. В сторону. Пумс. Оп. Боковой отлип. Получилось две картинки. Из них можно что-то потом сделать. Можно из них пока ничего не делать. А можно потом, когда они подсохнут, что-то на них нарисовать. У вас готовый фон очень красивой гаммы. Вот с каким-то одним цветом пока. Откладываем это сокровище ненадолго. Вот. И следующий сейчас оттеночек уберем. Я вам сейчас предлагаю, ребят, сделать исследование всех ваших вот этих баночек. Эту я уже исследовал. В сторону пока я убираю. Вот. Теперь будет следующая красочка. Снова берем целую чайную ложку белого цвета. Вот прям так вот. Лучше всего, конечно, строительные краски для этой цели использовать, потому что их не жалко. Буду на кто-то подошел еще. Вот здесь появляются. Вот они вот. Анна подошла. Да, потихоньку будут нас еще приходить. Так, кто у нас тут ходит? Так, котей, котей, котей. Это нельзя кушать. Это не сметана, не сметана. Не было. Не на краску. Ой, промахнулся. Слава богу. Промахнулся. Это уже фиолетовая краска я взял. Ребят, вы можете свою выбрать, какую хотите. Но сделать предлагаю то же самое, за небольшим исключением. Сейчас я вам покажу еще раз вариации отлипа. Разные бывают отлипы. Вот, следующий отлип будет такой. Я листочек приложил. Да, я похлопаю там все, вот это вот постукаю, чтобы там оно хорошо склеилось между собой, все прилипло. Крэкспэкс фэкс, можно сказать. А теперь я отлип делаю с двух сторон, отлепляю. Я подхватываю так ноготками бумажку с двух сторон и начинаю ее вот потихонечку вот так вот в центру. Оп, так вот сворачиваю потихонечку и только тогда отлепляю. Там будет немножко другой узор другого типа. Они будут немножко похожи, но уже отличие. Вот такой вот отлип. Вот, и тоже обратите внимание, там у меня бумажка была немножко испачкана зеленой краской. Вот, вот это было чистенько. Вот, тоже. Всего один фиолетовый был взят цвет, а сколько здесь оттенков огромное количество этого фиолетового цвета, который стал тут и лиловенький, и сиреневенький, и все что угодно. То есть из простого такого ляпушка получилась огромная гамма. Для взрослых людей, кто вот из взрослых людей будет такое хулиганство делать, ребят, это очень полезно для наших глаз. Вы сейчас делаете сверхтонкие частоты вашей сетчатки. Ваши глазки это все воспринимают, все это видят. Не совсем могут понимать, почему это происходит, но это очень полезно. Вот, какие молодцы, ребят. Давайте там смелее. Ляпушки – очень важная вещь. Вы, благодаря этим ляпушкам, особенно кто любит рисовать, будете понимать, что будет, если с краской немножко вот ее сделать с белым цветом, помешать, во что она превратится. И у вас теперь будет из каждой баночки, вот баночка была вот такая, а вон сколько из нее оттенков вышло, нечаянно так вот. Вот. Для взрослых людей, может быть, слышали слово «колористика». Вот это вот такое будет увлекательное, занимательное занятие колористикой. Очень полезно для всех модельеров, всех, кто занимается макияжем, визажем, интерьерными какими-то подборами красок, чтобы чувствовать их глубже и четче. Вот такое вот упражнение. Это был второй цвет, лиловенький. Так, кто тут бегает? У меня тут бегают котики. Котики бегают невозможным образом. Так, следующий цвет. А, возьму зелененький. Интересно, что при таком деле с зелененьким цветом. Сейчас под камеру поближе заеду. Тут немножко шарик я задвинул вот сюда, и пусть у меня кот живет. Вот. То же самое начало, ребят, точно так же. Не жалейте белой краски, будет красивей. Сметанистая белая краска нужна. Вот такая сметанка, которая льется. Вот это очень важно, чтобы она проливалась немножко. Если вы взяли белую краску, она у вас висит на ложечке, например, или на крыжечке, густовато. Вы можете ее разбавить немножко с водичкой, палочкой перемешать, чтобы вам ее на больше хватило. Так, эту палочку я уже использовал. Все, теперь у меня зелененькая. Вот беру зелененький цвет, плюхаю сюда прям вот в эту кучку беленькую. Можно похлопать немножко, это тоже приятно. Вы уже будете видеть разные оттенки. Какие они интересные получаются, самые разные цвета. Тоже наблюдайте, наблюдайте, шпионьте за краской. Что с ней происходит, если... Здесь я вам покажу еще один красивый отлип. Отлип будет совсем другой. Я его называю вращательный отлип. Вот, сейчас покажу, как он делается. Так, вот я прилепляю бумажечку. Похлопали, похлопали, похлопали. Она скользкая. Там крекс-пекс-фекс обязательно надо сказать, потому что это волшебство такое, необычное для глаз в том числе. Еще и это калейдоскоп. А теперь смотрите, я поворачиваю ее вот так вот вокруг. Она скользкая уже. Она хорошо скользит. И я ее кручу, 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 а потом только поднимаю. Там образуются такие интересные завороты, красковороты. Вот какие-то такие странные камнеобразные штуки. Очень интересные. И, кстати, можно иногда делать такую штучку. Вот вы одну вашу бумажку берете как кисточку, используете. А вторая как картина будет. И немножко, например, по краям можно погулять. И еще поприлеплять немножко. Ой-ой-ой, только не бутербродом. Вот, и еще чуть-чуть поиграть. Вот я краешки все прокрасил. Второй бумажкой, которая как кисть была. Вот теперь она у меня полностью вся такая вот цветная, цветная, цветная. И тоже огромное количество оттенков. Это мы с вами разминку делаем сейчас. Разминка на пять красок. Вот такая вот интересная штучка. Тоже теперь ее сушить куда-нибудь в безопасное место, о котором я забыл вас предупредить. А ведь скоро их будет много, ребят. Если с каждого цвета по две краски, то за пять красок у вас будет уже... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, по пальцам. Десять штук получится. Вы представляете, десять картиночек только на разминке. Так что вот. Снова листочек берем. Чайную ложку, аловую даже, закидали красочки. Ну вот красный, такой яркий, такой сочный, такой вкусняшка такой. Вот сейчас уже так вот раскидываем, что с ним станет. Что будет с красным, если белой краски будет даже чуть больше чайной ложки. Уже, в принципе, интересно, можно палочками натворить чего-нибудь. А теперь листочек я складываю еще один. У меня тут есть такой вот прям так похлопали-похлопали. Вот здесь можно в ладошках сделать такое. Прям двумя ладошками взяли ее так вот, прокрутили чуть-чуть, например, если кому-то интересно еще раз попробовать. И потом только отвлеклили. Там происходят смеси более интересные. И вот тоже. Сколько здесь оттенков, посчитайте. Кто-то еще подошел у нас. Евгения подошел. Вот Евгения подключается. Привет, Евгения. Вот. Тоже можно второй бумажечкой, например, покрасить что-нибудь. Ну, интересно будет, ребят, попозже. Сейчас мы разминку завершим и начнем уже рисовать. Этими штучками можно делать рисование. Вот пока их в сторону убирайте. У меня осталась желтая краска из пяти, которых я выбрал. Вот. Сейчас я эту желтую краску тоже использую. Тоже чайную ложечку белой краски. Как вы поняли, белая краска, конечно, да. Белой краски надо побольше. И теперь у меня желтенькая красочка. Вот теперь желтенькая. Тоже палочкой можно погулять. Палочкой покрутиться, повертеться, там, пособирать. Как скалкой покатать ее. По-всячески. Вот. А потом бумажечку прикрываем сверху еще какую-нибудь. Похлопали, 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 похлопали. Сказали какие-нибудь волшебные слова, какие вы знаете. И, например, теперь я подниму эту бумажку сверху вниз. Вот она такая длинненькая, чтобы была вот немножко. Хоп, так. Вот. Теперь я ее спустил сверху. Тоже получились очень интересные оттенки. У меня там немножко розовенький залез из-за этой. Красный, который вот я не убрал на моем листочке. Вот он пролез чуть-чуть у меня тут. Вот. Вот будет такой огненный. Огненный фон. Тоже очень красиво, очень интересно. Тоже очень много. Вроде бы желтый цвет. Но что там? Желтый цвет, он такой яркий вроде бы. А сколько у него оттенков получается? Тут столько много оттеночков этого желтого цвета. Ну, вот когда будет для взрослых людей, прям информацию передаю секретную, когда будет очень пасмурно много дней, чересчур много дней, вот это упражнение, если поделать, будет глазкам очень приятно. Вы получите вот эти частоты, этих оттенков через ваши глазки, в себя, и будет настроение немножко другое. Особенно, когда хмурые такие ноябрьские, декабрьские деньки бывают, промозглые. Вот бывает просто настроение какое-то немножко так вот улетело куда-то. Вот можно вот такими штучками расшевелить настроение. Сейчас мы начнем делать, ой, даже страшно сказать, что мы сейчас будем делать, ребята. Мы сейчас будем делать не одну краску использовать, мы сейчас будем делать несколько оттенков. Ну, для начала тоже такая вот усиленная разминка. Тут по одной красочке было везде, а теперь все, теперь не по одной. Эти пускай сохнут наши разминки. Разминку завершили. Вот, и теперь предлагаю вам взять листочек любой, на который теперь, сейчас я это немножко размажу, чтобы оно не так пачкалось. Тоже будет красиво тут у меня. Я еще подумаю, может, я что-то из этого потом сделаю. У меня тут толстый картон. Толстый картон очень быстро высыхает, он быстро все впитывает, все. Вот, здесь у меня будет мой листочек. Так, сейчас я поправлю камеру. Тут немножко поползла у меня камера. Уж очень бурно. Ребят, сейчас можно использовать любые краски, какие хотите, и даже все. По количеству, ну, чуть-чуть того, чуть-чуть того. Но всех красок рекомендую брать понемножку, кроме белой. Вот белая краска, да, она как всегда. Что-то, по-моему, Павла там у нас. А, котики играют, понятно. Белой краски много, чайная ложка, не меньше, ребят. Больше? Хорошо. Картинку такую белой краской не испортишь, как кашу маслом. И теперь уже я смотрю, какие у меня палочки в чем. В крайнем случае, в крайнем случае я буду... А можно тряпочку мне, Галь, такую вот? Тут была такая тряпочка. Вот, вот. Сейчас я буду просто палочкой вытирать тряпочкой, чтобы не испачкать другие краски. У меня есть такая специальная тряпочка черновая. Вот об черновую тряпочку, которую вообще абсолютно не жалко. Вот. И вот ей буду сейчас сделать разные красочки. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть полетели. Немножко желтенькой, вот, яркой такой вот, сочной. Немножко желтенькой. А вот такой вот, более темненькой. Нашел у себя баночку такую. После желтенькой не страшно залить в красненькую, кстати. Вот возьму немножко красненькой чуть-чуть вот здесь вот. Вот. А теперь возьму немножко синенькой. А вот прям, куда хочется, прям в любое место, ребят. Абсолютно в любое место. Куда интересно, можете сами посочинять. Это уже ваш будет проект художественный. Синенькую сделаю. Чуть-чуть немножко желтенькую. Слегка-слегка. Вот. Ну и, конечно же, ну как же, зелененькую тоже положу. А вот коричневенькую и черненькую оставлю на вкусное. Я к ним еще подойду. Сейчас пока не буду их трогать. Вот. Покажу с ними вам, вот с этими красочками вам особенности разные. Черная краска самая классная. И коричневая тоже ее сестра. Вот. И вот теперь вот это все. Я вам предлагаю накройте чем-нибудь. Похлопайте. Не сильно. Пока. Может так легонечко похлопать. Тихонечко. Пальчиками. Разными. Слегка давайте приоткроем дверку. Посмотрим, что там такое у нас происходит. Там вот, вот, вот. Ага. Закрыли. Вот. Повернули в другую сторону. Разок. Один раз. Открыли еще раз. Вот. Вот это уже интересно. Вот это уже очень интересно. И даже очень... Ну, красиво. Что я могу сказать? Вот такая картина нечаянно получилась. Имейте в виду, ребят, это калейдоскоп. Калейдоскоп. Это абсолютно калейдоскоп. Не знаю, сейчас, если камера у меня не сломается в этом фокусе. Вот прям близко-близко подведу. Картина художника 21 века сохранилась благодаря технологиям 25 века. Ну, необычные очень можно делать такие вещи удивительные. Что уж там и говорить. Я вторую тоже вот так аккуратненько сейчас у тебя так чуть-чуть поляпаю. Поляпаю уголки, чтобы все было прокрашено. Знаете, мне вторая тоже очень нравится. Представляете, если потом, когда она высохнет, на ней можно что-то порисовать. Прямо все, что угодно. Можно Чапашку, Наташку там нарисовать. Можно нарисовать какого-то кота, енота, лисицу. Можно кого-то поискать. Там бывает вот в этих красках вот уже что-то спрятано. Вот если посмотреть внимательно. Жуки. Ну, жуки тоже, да, могут быть. Там бывают жуки. И муравьи бывают. И бабочки можно. Кстати, крылья бабочки будут очень красивые. Вот. Подумайте, кого еще можно нарисовать вот тоже вот на таких листочках. Идемте дальше. С трудом идем дальше. Надо оторваться от этой работы. Найдите место, где ее безопасно высушить. Они очень красивые. Даже сложно как сделать. Как бы сделать, чтобы некрасиво было, я даже не могу ничего посоветовать. Нет совета, как сделать что-то некрасивое. Так. Ну, вот у меня один листочек вот так порезался. Вот как раз парочку таких листочков у меня есть. Вот здесь я вам покажу. Он такой длинный получился. Ну, вот интересно разные формы играть, которые такие нестандартные. Вот это такая японская форма получается. Вот здесь, если у кого-то есть кисточки, я предлагаю вооружиться какой-нибудь большой кисточкой. Можно вооружиться. Может быть, у кого-то есть посудомоечная губка. Я резал одну губочку такую вот. Вот что-то типа посудомоечной губки. У кого нету ни губки, ни кисточки, можно что-то взять еще. Я не знаю, что. Там у Маргариты кот какой-то смотрит за нами. Классно. Вот. И, например, сейчас черной красочкой. Вот с самой классной красочкой. Я сейчас губочкой все это шлеп-шлеп-шлеп сделаю. Вот прям так ровненько-ровненько-ровненько все это сейчас закрою. Это черный цвет. Самый такой сильный цвет. В нем все краски гаснут очень часто. Но если красок других по цвету будет побольше, то будет поинтереснее смотреть за черный цвет. Гораздо. Он будет такой сразу богатный. Богаческий еще говорят иногда. Такой очень роскошный цвет будет. Красивый. В него можно тоже набросать самых-самых разных красочек. Можно там прям вот палочкой сюда набросать тоже. Вот. Если будете делать одной палочкой, просто вытирайте эту палочку тут же чем-нибудь. Вот. Какой-то краски, если хочется, можно добавить побольше. Вот хочется какой-то красочки чуть больше, чтобы у вас было, чем всего остального. Вот. А вот теперь, вот теперь на этот листочек, у меня тут много пролилось белой краски. Я сейчас эту белую краску. Вот сюда вот, тут много у меня ее, правда, ребят. Я вот пока носил эту баночку из банки большой, крышечку точнее. У меня пролилось больше, чем чайная ложка. Сейчас я ее все палочкой соберу. И сюда набросаю. И вот теперь вот это дело я накрою вторым листочком. Честно скажу, ребят, я вот не буду вас обманывать. Я не знаю, что получится. Просто не знаю. Но что-то должно, должно что-то интересное быть. Густые краски я все использовал. Густые краски. Белая краска у меня была густая. Ее было много. Черная краска была просто фоном. И вот теперь потихонечку начинаю расклеивать мою заклеечку. Вот это вот. Ну, елки-маталки. Ух ты. Классно, ребят. Ну, прям такая интересная получилась комбинация. Тут столько цветов. Это листочек, который я сейчас в руках держу. Это белая бумажка. Там не было ничего черного. А там, где было черное, все. Вот посмотрите тоже, какой богатый тон. Ближе боюсь. Там фокус просто сейчас в мутингу. Вот если я ближе сделаю, все мутно, исчезло. Да, там не должно быть хорошо видно. Сейчас все сделают по-своему, и всех будет прям перед глазами. Это красота. Вот такая вот штука вышла. Можно это так и оставить. Можно подождать, чтобы высохло. И на нем что-нибудь нарисовать. Все, что угодно. Можно превратить вот эти пятнышки в какие-нибудь крылышки бабочек. Можно превратить их в каких-нибудь рыбок коралловых. Вот как вот коралловый риф у меня. Первое, то, что я увидел вот сначала. Думаю, надо же, как кораллы прям такие. Подводные. Там такие сеточки еще образуются. Наверное, уже увидели, какие интересные веточки-сеточки. Ладненько. Сушу. Сушу. Если кто-то из детишек устает уже потихонечку, имейте в виду, не рисуют очень долго обычно. Если рисовать уже устали, можно остановиться, отдохнуть, пережить данное художественное творческое потрясение. Если вот оно произошло. Вот. Ну, а я сейчас еще кое-что вам покажу, ребят, дальше. Вот еще один листочек сейчас буду использовать уже для коричневой краски. Коричневая краска, на самом деле, очень необычная. Это очень красивые цвета рождает красочка. Очень необычные цвета. Они получаются очень классные. Вот очень похожи на то, что называется какао с молоком, кофе с молоком. Они очень приятные для нашего глаза. Это и шоколадные цвета всевозможные. Молочный шоколад. Вот это все коричневая краска. Она себя ведет, я ее не просто так оставил, так вот, на самый десерт. Потому что это очень вкусный оттенок. И она является очень красивым, ну, как бы таким, очень утеплителем для всех красок. Вот ее если потихонечку, понемножку во все краски добавлять, они будут тепленькие. Более тепленькие, чем вот обычно. Вот. Но сначала покажу вам ее отдельно. Тоже очень красивый цвет. Ну, считайте, это реклама коричневого цвета. А то уже все прорекламировали краски в наборе, а вот коричневый цвет как-то так вот не прорекламировался. Сейчас и его тоже прорекламируем. Тоже сейчас на него специально палочку вытру. Вот этот коричневый цвет. Темно-коричневый, красно-коричневый бывает. Они разные бывают в разных наборах. Вот посмотрите, что происходит. Тут правда как будто добавили прям сливки-сливки, прям с шоколадным таким вот маслом каким-то. Прям так вот прям. Прям очень красивый. Сам цвет уже красивый. Он такой природный, такой очень, какой-то близкий. Ну, честно говоря, да, вкусный. В нем есть признаки вкусноты. Вот, потому что у нас много таких вкусняшных продуктов с этим оттенком. Так уж получилось. Вот. Тоже сейчас попробуем, откроем, что получится. Посмотрим. Вот так вот сделаем сейчас. Вот. Я сейчас одну бумажку превращаю в кисточку. И этой кисточкой сейчас вот по всем уголкам, по всем краям прогуляюсь. Вот. И сейчас этих сеточек еще больше красивых накидаю. Вот, ребят, один лишь всего-навсего коричневый цвет. А превратился почти в такой красивый мрамор какой-то или какие-то такие вот природные камни какие-то интересные. Очень красивые прожилки такие, здоровские. Хотя всего-то навсего коричневый цвет. Прям вот необычно. А теперь уже терять-то нечего уже, согласитесь, все-таки уже все. Вот. Поняли, я думаю, все теперь. Вот. И полетели. Любыми красками, любым цветом. Что-нибудь туда набросать, например. Хотя бы по чуть-чуть. Ну, вот маленькими точками. Вот. Прям так скромненько, так вот, как бы так вот с опаской. Как бы боюсь. Как бы боюсь не испортить. Можно точками вереницу какую-то сделать из точек. Можно и точечки прям сделать какую-то там спиральку из точечек сделать. Посмотреть, что будет, если вот сделать какую-то волну там какую-нибудь можно из точек сделать. Вот. А потом снова накрыть. Прям так сверху раз. И тоже осторожненько разлепить. Вот моя там волна пролетела. Коричневый цвет. Вот так он все равно играет. И сам по себе. Или эти листочки тоже играют. Можно полепить немножко с помощью одного листочка по нашему какому-то выбранному листочку. Что-то еще поделать. Вот можно так. Можно сделать еще необычное такое дело. Например, снова вот в эти все краски. Сейчас вот это все есть. Вот здесь у меня уже что-то. Вот сейчас снова налить еще пол чайной ложечки белой краски. Сверху. Просто понаблюдайте, что будет, если так вот сделать снова. Вот красочка налилась. Снова я так ее склеиваю. Чуть-чуть. Не сильно. А потом расклеиваю. Вот. Получилось такое прям-такое отдельное светлое пятно в центре. Но тоже получилось с прожилками. Можно теперь их слепить, например, ребят, и вот прокрутить еще посильнее. Там будет смесь, конечно, сильнее, мощнее. Но при этом получатся разные-разные оттенки более, ну, более такие нежные, более необычные. Произойдет более глубокая смесь ваших красок. Вот. Тоже понаблюдайте, что будет, вот если так вот уже как бы несколько красочек у вас полетели вместе, и вы их еще и крутанули после этого. То есть наблюдайте, вам надо шпионить за красками, что они делают, если с ними что-то делать. И теперь, когда у вас уже есть какой-то процесс, вот с этими красочками уже какой-то момент вы уже познакомились, я сейчас покажу, как можно применять и использовать всевозможные вот эти вот моменты для каких-то таких вот хулиганств. Ну, начнем, ребят, вот мне здесь один листочек я себе оставлю, чтобы глаз крадовать. Интересные цвета получились. А один листочек, ну, например, вот есть такая вот у нас рамочка нашлась. Вот деревянная рамочка. Вот этот листочек я сейчас превращаю в кисть. И по этой рамочке приклеиваю листочек и начинаю потихонечку в сторону за стороной, потихонечку весь вот этот вот мой деревянный орнамент потихоньку я вот этой картинкой своей проклопываю. И так потихоньку гладкая поверхность древесины становится уже и интересная, и цвета очень красивые, и очень такие прям нежные-нежные-нежные. Это уже так вот, если практически это использовать. Вот так можно неожиданно сделать какую-то рамочку. Если будут натюки там сбоку, просто можно их осторожно, все равно руки мыть придется уже. Руки-то уже вон какие. Вот, все равно мыть придется, поэтому можно осторожненько просто смазать все излишки краски с боков, чтобы потом и бока тоже, тоже намять бока, намять бока этой рамки вот со всех сторон тоже же этим листочком, чтобы он был у вас в едином стиле, в общем. Вот такое простое дизайнерское решение, вот как вот практически эти ляпалки применить. Можно вообще, если у вас две одинаковые рамки, просто их также сложить вместе. Тоже будет необычно и красиво. Вот, это вот такая рамка. Заметьте тоже, ребят, ну это уже больше так, наверное, для взрослых, но вот я рамку сейчас сделал из этого листочка. Вот этот листочек был у меня использован, чтобы сделать рамку. Его пара, которая у меня осталась, ну она сейчас сохнет у меня. Тот, который был дубль, дубль, дубль типия. Вот этот листочек у меня пара. И если теперь вот как бы их сопоставить вместе вот так вот с рамочкой и вот этим, то в принципе они в тон. Очень такая будет декоративная работа, несложная. Я прилеплять не буду, потому что у меня там она еще сырая, приклеится сильно, только поближе могу привести. Но вот даже вот такая вот работа уже будет давать какое-то настроение в каком-то уголке. А если это сделать еще с каким-нибудь посылом, то еще интереснее будет. Ну, например, послать пожелание, чтобы все были здоровы. Вот, полетели дальше. Что-нибудь сейчас еще покажу. Это была у нас монотипия, превращенная в дубль типию. Типия – это переводится как печатание. Мы печатали красками. Вот, и так как у нас две было картинки, то вот их можно и стереотипией назвать, и дубль типия, и ди типия. Ну, в общем, какое-то можно придумать название. Двойные ляпалки, одним словом. Есть еще один вариант, тоже, наверное, когда вы видели. У меня вот тут фантик лежит от конфеток. Вот, тоже самое разное. Фантики от конфеток, они, в принципе, чем интересны? В них ничего не впитывается. Они такие часто бывают сделаны из такого материала, который очень такой, ну, хорошо уже не дает печататься никуда. Ну, как бы не впитываясь, он не высыхает. И вот на таком вот смятом фантике тоже можно сделать такие маленькие типи. Но надо сначала их зарядить. Вот мы как бы заряжаем сначала красочкой какой-то. Можно, например, одним цветом, ну, чтобы поисследовать, как это работает поначалу, вот такие хулиганства. Вот, любой фантик, любую тряпочке кусочек можно тоже так сделать. Но тряпочка впитывает, и поэтому краски будут немножко такие, очень быстро будут кончаться, надо будет часто заряжать. А если у вас красочка будет такая не впитываться, даже кусочек целлофана способен такие штучки делать. Вот, а вот эту вот основу, я сейчас все-таки на нее налью сейчас еще немножко белой краски. Беленькая красочка. Немножечко палочкой я ее сейчас раскидаю, чтобы она у меня так разошлась чуть-чуть, тонким слоем немножечко. У меня палочка была синенькая чуть-чуть, но ничего. Вот, и вот теперь я здесь начинаю делать печатки. Вот, прям печатать с хвостиками какими-то. Вот, где-то их можно делать больше и часто, а где-то можно делать только так осторожненько и легонечко, ребят. Но тоже будет очень интересная фактура. Она будет похожа на то, что мы сейчас только что с вами делали, но будет и отличаться. Такой способ хорош, если, например, вы подумаете сделать, например, что-то уже на готовой типе. Ну, я, например, сейчас эту не трогать не буду, оставлю пока ее так. Даже пузырек какой-то здесь видится, интересно. Тоже очень нежные краски получаются сами с собой. Неожиданно. Так вот прям это все происходит. Вот, необычно. А вот какой бы цвет там взять. Вот возьму сейчас одну из фиолетовых. Вот у меня уже подсохла почти, что вот эта работа, в которой вот у меня вторая. Одну я оставлю себе такую на память. А вот это вот я могу сейчас с ней что-то поделать. Вот. Я сейчас снова заряжаю эти же краски, которые здесь используюсь. Это была разминка наша, фиолетовый цвет у меня здесь был. Вот, разминка фиолетовая. И теперь этой скомканной листочкой начинаю здесь какие-то похлопочки делать. Как бы получается типия, но маленькая такая, микротипия, микропечатанная красками. Вот, скомканная бумажка, типа фантика от конфет, позволяет это делать многократно, в отличие от тряпочки. Можно делать тряпочкой, можно взять скомканную мягкую пищевую бумажку, но ее будет часто надо заряжать. Вы сделаете несколько таких уколов, и уже она закончится. А можно, ребят, но чем хороши бумажки, всякие вот такие мягкие бумажки, вот у меня обрезки есть, вы можете свернуть как бы трубочку. Сейчас я вам типии разные покажу. Все равно руки у вас уже испачкали все в красках. Что теперь терять? Даже не знаю, что терять. Вот. Вот я сделал трубочку. Теперь ее сплюсните, пожалуйста, и заверните в такую улитку, как бы, спиральку. Вот как бы намотаем ее, клубочек такой. Не туго, слегка. У вас будет такая вот штучка, как бы, свернутая. Вот. Можно ее так немножечко так вот приплюснуть, чтобы у вас было такое вот колечко, такое небольшое, намятое. Вот такая вот конструкция. И теперь тоже ее краской, если зарядить, если она у вас будет заряжена красочкой, но ее красиво будет не только красочкой зарядить, но еще и макнуть где-нибудь в белую кучку нашу, в белый цвет. Там, где есть белый цвет у вас, у меня тут пролился потрас на крышке моей банки. Вот макнулся сюда, там она фиолетовая, плюс вот этот белый цвет. И теперь я буду делать вот эти вот, ну, они будут такими колечками, иногда спиральки будут появляться. Вот. Можно сделать еще какие-то такие печатания уже какой-то формы. Можно ее свернуть было не кольцами, вот как бы форма немножко похожая такая вот от этих печатаний. Твердый. Не знаю, что получится. Вот Галла предлагает попробовать шишку. Шишкотипия. Печатание шишкой. Но шишка, знаете, я не знаю, где вы такую шишку найдете, ребят. Эта шишка какая-то южная. У нее вот здесь вот эта шапочка, я сейчас сбоку ее показываю. Она почти плоская. Вот у нее плоскость какая-то. Если такие шишки есть везде, здорово. Но можно какую-то часть найти у шишки. Вот она такая вся из себя красавица. Вот эта шишка. Вот. Какая красота там. Как у подсолнуха практически. Мы только из-за этого подсолнуха их и собираем постоянно там после шторма. Вот. Вот такая шишка. И вот если вот это сейчас все окрасить, не знаю. Посмотрим. Что будет, не знаю. Правда, не знаю. Для начала просто возьму беленькой краской, накрашу это все. Ну вот я накрасил белой краской. Это вот так вот просто прокатал чуть-чуть. Вот такая вот, ну вот, стала интересная такая шишковая площадка. Вот, конечно, если ей так сейчас стоит где-то прокатиться. Ну да, получились красивые точечки, очень интересные. Их можно сделать много. Их можно там еще сделать разные другие цвета. Я пока на беленькой оторвусь вот в этой работе. Вот, ну просто уже нравится такой, да. Спасибо, Галла. Интересную шишку подобрал. А теперь этой шишке не получится больше участвовать в других вещах. Хотя, почему нет? Красивая шишка. На Новый год, да. Вот, сейчас попробую желтеньким подокрасить эту шишку чуть-чуть. Можно найти много предметов дома, которые могут делать интересные типи. Типи печатания. Какие-то камушки, какие-то ракушки, какие-то... Вот желтенькие, не так видно. Вот, вот мне вместо бумаги Галла подбросила камень. Вот какой-то камень. Ну, белой краской-то получится, конечно, там шишкой что-нибудь попечатать. Сделать из белого камня, ой, светлого камня, какой-нибудь такой уже особый камень. Вот такая будет типия. Вот. Ну, у меня белая краска разлита по крышке от банки, на которой я складывал свою черпалочку белого цвета. Она там разлилась тонким слоем. Поэтому такие точечки получаются очень аккуратненькие. Но это только белый. А вот, представляете, если отдельно так намешать такую же густую краску, как белая, ну, например, там розовенький какой-нибудь, салатовенький, голубенький и так далее. Разные-разные цвета. Вот многое. И вот сделать из них тоже такой подарок для глаз. Вот на каком-то камушке. Так, ну что, не устали еще, ребят? Даже не знаю, вот как бы вам сейчас не утомиться от всего того, что я вам тут вам накидал, накидал, накидал. Вот. А то ведь, смотрите, сейчас покажу вам самую интересную типию. Как бы наши главные участники были, это вот эти палочки. Так вот типия палочками еще интереснее даже, чем вот этими листочками. Они тоже дают очень красивые вещи. В крайнем случае, если что, потом можно будет посмотреть в записи какие-то моменты. Найти. А можно мне еще, Гали, вот тот пакет с палочками вон там? Нет, нет, нет. Один. У меня еще есть китайские вот такие палочки для еды. Они более толстенькие. Чуть-чуть толстенькие. У кого-то, может, такие уже сейчас есть. Ну, у кого не будет, сейчас посмотрите. Потом, если что, в записи используйте это уже для того, чтобы сделать что-то. Вот у меня будет арсенал. Это, ребят, мои кисточки. Вот такие вот сейчас кисточки. Палочковые кисточки. Берем какой-нибудь листочек. Лучше его превратить в какую-нибудь нашу дубль-типию или пию. Ну, каким-нибудь цветом, любым. Либо группой красок. Ну, чтобы это был фон, например. Любыми абсолютно красками, любыми цветами. Конечно же, белые краски, ого-го, побольше. Вот что-нибудь там набросать. Может быть, даже и ни одно, и ни два. И даже, может быть, как-то так, так, это все очень даже так побольше. А может быть, поменьше. Что-нибудь, в общем, сделать. Сделать какой-то надо листочек, на котором от белой бумаги ничего не останется. Когда мы это все слепим, вот, чтобы белой бумаги не было. Что еще использую? А вот такой будет маячок такой красненький местами. Вот. Склеиваем это все вместе. Слепляем. Похлопали. Разлепили. Все уголки тоже я проляпываю, чтобы они все у меня были. Чтобы белой бумаги не осталось. Уже такая красивая получилась штучка. Что-то вот, сколько вот этим занимаюсь, очень часто бывает жалко потом что-то с ней делать. Но я же поищал что-то же сделать. Вот такая красотулечная. И вот теперь я буду использовать палочки. Что можно делать палочками? Ну, во-первых, если палочки не окрашивать, ничего с ними не делать, можно просто попилить вашу работу, образом так вот, как бы порезать ее. Просто такими пилищами, скользящими движениями. Она у вас скользкая будет эта работа. Тут будут очень интересные смазочки образовываться сами по себе. Как раз вот такие пилищи, элементы. Как бы я такие сначала простые вещи показываю, которые, в принципе, ну, совсем не сложные. Будут и сложные. Может быть, даже не у всех сразу получится, ребят. Может быть, даже и не стоит это показывать. Я подумаю сейчас что-то. Ну, вот такая вот получается графическая работа, такая вот лучками. И все можно делать, например, в одну точку. Будет очень красивый эффект, да, вот все такие лучики сходятся в какую-то точку. Вот образуется какая-то такая интересная система. Это вот, как бы, если просто пилищи. Можно просто прокатить, как скалочку. Конечно, при этом краски сильно смазываются. Я пока не использую никакие другие сказки, краски. Сказки-краски. Вот просто покатать ее. Можно делать такой вот зигзаг. Вот я ее тоже, как бы, просто ей скользю, но скользю зигзагом. Я ее пилю, как бы, немножко туда-сюда, туда-сюда. Ой, сломалась. Немножко сейчас ее переброшу. И вот таким тоже пилением можно формировать интересные узоры, орнаменты, которые, ну, другими способами никогда не сделаешь. И тоже, при всем, при том, что я многие краски перемешал между собой, даже какие-то немножко стали чуть-чуть грязнее, все равно оттенков очень много. А это уже очень хорошо. Тем не менее, я сейчас эту работу окончательно уберу. Сейчас я это все заглажу. Просто заглажу, 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 заглажу. Уже палочкой такой бамбуковой для еды. Вот. И вот теперь я палочку буду использовать немножко по-другому, ребят. Я эту палочку приготовлю сперва. Я ее сделаю в красках саму. То есть она теперь будет у меня типией. Теперь палочка у меня будет кисточкой. И даже с помощью другой палочки я сейчас буду ее окрашивать. Ну, например, зеленое колечко. Сейчас сформирую. Вот зеленое колечко. Может быть, даже не одно зеленое колечко. Ну, конечно же, белых колечков сейчас сделаю. Сколько-то белых колечков. Сколько-то там еще каких-нибудь цветов. Какие хочется. Все, что угодно. Ну, в общем, можно таких палочек себе зарядить несколько, чтобы было легко потом ими что-то делать. Но можно и одной посмотреть, что будет, если. Что будет, если ее просто приложить. Вот как бы печатание. Типи. Сделать просто типи. Вот приложили, вот напечатали. Все, что там я вот так делал, оно вот так вот и получается. Может, даже такими вот лучиками. Но вот я сейчас одной стороной делаю. Она кончается. Меньше и меньше красочки. Тогда надо ее чуть-чуть провернуть. И продолжить дальше. И вот так вот потихонечку проворачиваю. Ребята, как бы я вам идею кидаю. А эту идею потом вы уже что-то с ней подумаете. Что можно сделать. Так можно сделать и хвост павлина. Так можно делать и каких-то рыб. Плавники каких-нибудь рыб сложных. Динозавров и дикобразов и все-таки и прочее. Что-то там цветы всякие всевозможные. Может быть, даже какой-то особый красивый, сумасшедший красивый кактус. Я не знаю. Какой-нибудь волшебный еж. Все, что угодно. Удивительная пальма. Это вот просто прикладывал я. Печатал. Как бы такая типия была. Палочка типия. Краска мало осталась на палочке. Я ее хорошо крутил. Подновлю чуть-чуть. Сейчас я подновлю и покажу еще, что можно сделать. Нет, еще кто-то подошел у нас вдруг. Так, ребят, сейчас все. Всех приняли, кто еще подошел. Так, и сейчас я быстренько заряжаю. Можно этими же красками. Можно уже что-то и другое. Как бы тут уже как пойдет. Можно прокатывая. Ой, капелька упала. Ну, капелька типия я вам попозже хотел показать. Но вот уже капелька типия просится. Капелька типия тоже очень красиво, конечно, что и говорить. Но для капелька типия нужны сложные краски. Они должны быть такие густые, как йогурт. Вот, ребят, снова я это петено зарядил. Эту я сильно постараюсь не задевать. Ну, красиво все-таки, интересно вышло там. А вот теперь как бы скалочка. Просто скалочка, которую вы просто положили и покатили. Покатили, 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 покатили. Я просто по прямой это сделал пока что. Как бы простой вариант. Просто покатили. Так, она была вот так у меня. А вот если бы я покатил бы ее немножко вот... Ну, можно, когда уже прокатили. Потом еще сделать такое движение. Так, жих, с волной такой немножечко покачать чуть-чуть. Будет как бы такой эффект какой-то, как флаги, какой-то флаг можно сделать прям такой вот. Можно цвета флага уже сразу сюда вот сделать, прокатить, а потом кисточкой тоненькой обрисовать, кто любит флаги рисовать. Можно какие-то такие развивающиеся ленты сделать. Можно ленту сделать у кого-то или у чего-то. Вот тоже вот красивое такое можно сделать таким движением. Конечно, это намного не хватит. Вот если я второй раз так попробую сделать, тут уже почти ничего не осталось. Все, кончилась краска. Тут уже совсем-совсем нету. Вот получилось вот такое вот хулиганство сейчас нам на палочку для палочки. Вот. Ну и еще один, я вам покажу, красивый тоже момент с палочками. Наверное, покажу пока просто на листочке. Тоже очень приятный для глаз, потому что всегда получаются непонятные такие вот цвета, очень интересные краски. Ну, полезно это, ребят, правда, очень полезно. Можно взять любые цвета, но я возьму сейчас вот немножечко таких самых разных вот коричневенький, например, будет вот где-то в центр я пятнышки-то делаю. Вот, но будет немножко красненько с ним чуть-чуть. Ну, желтенько вот это вот. Такие тепленькие возьму сейчас. Такие тепленькие цвета. А палочки, хорошо бы палочку, конечно, какую-нибудь не очень толстую. Чуть-нибудь такое потоньше. Вот. И теперь такое вот можно здесь уже красивое действие. Я сейчас попробую осторожненько так, это постепенно так. Раз. Как бы я все краски катаю. Трюю из них такие полукруги. Просто полукруги. Кончилось. Все. Вот сигнал, что краски больше нет. Все. Дмитрий приехал. Это? Это глазики. Это спина. Это глазик. Я думал, вот эти два белых глазика. Ну, тут можно дать разных существ. Тут могут быть и драконы, и все что угодно. Я сейчас попробую эту кучку, которую вот тут содрал, кучку небольшую. Посмотрим, может быть, мне ее хватит, чтобы сделать еще один лепесточек вот этот. Чуть-чуть, совсем немножко. Оп. В крайнем случае можно залить сюда тоненькой кисточкой. Залить тонкой кисточкой и все это доделать. Это вот в самом крайнем случае. А еще в самом крайнем случае, если что-то показывает, что не получилось, ребят, смело заливаете это все дело белой краской. Прям так это вот. Ну, струйка типе – это отдельная красота. Сейчас тоже так красиво на струю. Вот, белой красочкой. Вот прям иероглифы какие-то внеземные. Вот. А теперь полетели. Вот я предлагаю сейчас вам палочкой тоже погулять, покрутиться ей, поскользить. С белой краской палочки очень скользко на этом листочке. Она очень легко может скользить. Тоже получаются очень интересные оттенки. Но чем больше вы скользите, чем больше вы делаете вот этих движений, тем больше становится одного цвета. Обратите внимание, если долго скользить на одном месте, вот я на одном месте, скользю, 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 все одинаково и одинаково становится краска. вот прям долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго месте, чтобы так вот не зависать слишком. Тогда будут краски еще веселее, интереснее. Вот сейчас немножко темненьких брошу. Вот. И вот сейчас попробую что-нибудь так вот так тоже волной погуляю, 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 позакручиваюсь так чуть-чуть. Можно это потом использовать как фон. Вот такой вот фон. Иногда бумажка немножко приклеивается при таких вот работах. Ее надо еще отклеить. Вот. Так, ну, в нашу мастерскую пришли гости, проверяющие. Что там у нас такое? Краски хотим? Лябки? Ага. Проверяющие пришли, ребят. Сейчас будут контролировать сделанную работу. Акт приемки. Все ли можно заесть? Все ли можно слопать? Ну, конечно, да. Сейчас они, в общем, как нормальные дети, сейчас они у нас будут гулять. Куда там схватили? Все, пошли наши букеты лопать. Это Умка и Хитруля. Ну да, пока что это Умка и Хитруля. А там видно будет. А там, если придумаете дети имя, пришлите к нам. Все, Галины, боты в Чили. Ну что, что такое у нас там произошло? Расскажите. В общем, козы ходят везде. Такой. Так, ребят, ну что, сейчас вот мы сейчас потихонечку завершаем все наше действо. Если кто-то готов что-то сказать, прошу обратную связь. Можно микрофончики включить, кто у кого там есть, мало ли вдруг пожелания, какие-то вопросы, может быть, есть у кого-то что-то еще. Вот. А тут козы всякие ходят. Пока-пока. Пока-пока. Это Умка. Егорка устал. Рисовал, рисовал, и уже все. Нет. Ну так долго, ребят. Конечно, мы много рисуем. Егорка отдыхать надо уже. Нельзя так долго рисовать. Это вредно. Вот. Рисовали немножко и пошли гулять. А лучше попрыгать. А когда будет следующий день рисования? Через год. Хорошенький вопрос. Я еще потом скажу. Защиты детей. Понравилось рисовать? Да. А покажи. Да, да. Очень. Кто там черепашку у нас пел? Что козочкам споем? Мы им поем. Ля-ли-ля-ли-ли-ли-ли. Да. Ля-ли-ля-ли. Ля-ли-ля-ли-ли-ли. Ля-ли-ля-ли-ли-ли. Ля-ли-ля-ли-ли-ли-ли. Они у нас белые для того, чтобы их расписывать красками. Но это чуть попозже. Да. В следующий когда-нибудь раз. Расписывание кос. Распись кос. Кос соберем. Куда, 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 куда. Она гуашевую коробочку чуть не утащила. Ну, что мы будем тут делать, а? Все, не нравится гуашь? Кажется, гуашь попробовали. Не понравилось. Ля-ли-ли-ли-ли-ли. Так пробовали. Надо было хвостом. Ярослав, скажи что-нибудь. Ярослав, скажи что-нибудь. Ну, сейчас лучше нарисую. Кажется, что? Ух ты. Здорово. И козам понравилось. Коза, держите коз. Коза убегает. А что он там хочет, интересно? Да тряпку. Ребята, а еще кто-нибудь покажет рисунки? Надо сфоткать. Давай я их уведу. Вот самый, который понравился. У нас их много, но вот самый такой вот, который вам очень нравится. Прям такой. Да. О, красота. Красота, Аленок. А у меня вот такая штука получилась. Классно. Это мой рисунок. Здорово, Егор. Классно. Здорово. Ой, Таня, как здорово. Экономим бумагу, поэтому у него было несколько этапов. Замажут предыдущие, давай по-новому. Классно. А так, по-детей. А что они не показывают? Вот у Светланы Яковлевой. Классненько. А вот не все же могут показаться. Как здорово. Ой, детишки, молодцы. Ой, как здорово. Отлично. Так, вот еще, Мария, отлично. Ой, как классно. Ох ты, прекрасно. Дети, скажите, вам понравилось? Да. Ну, не знаю. Вот Егору понравилось. Это я понял. А тебе понравилось? Ярослав. Да, Миша понравилось. Там вот я смотрю тоже, да, что ли? Понравилось. Понятно. А Вадиму? Кого-то вижу, кого-то не вижу. Пожалуйста. Надо баловаться почаще иногда, когда можно. Когда никто не мешает, вот, как бы так вот немножечко поотрываться. Это очень полезно. Вот. Тем более, что будете понимать и чувствовать краски еще больше. Вы будете знать, как они смешиваются, что с ними происходит. Это классно. Да, полезно было. Спасибо, Дмитрий. Очень интересно. Спасибо большое. Поиграли. Похулиганили. Похулиганили, да. Некоторые оттенки очень красивые, конечно, вышли. Да, да, да. Такие бывают сочетания, которые вообще даже не подумаешь, как это можно было смешать из красных красок. Да, да, да. Вот я теперь буду пить кофе и вот такую картиночку. Смотри, Дмитрий, буду смотреть. Лучше, какая красота. Кофейная. Кофейная у меня теперь будет. Классно. Можно им рамочку оформить? Ну да. Очень красиво, они очень уютные, очень милые. Да, да. Для взрослых информация. В этих картинках отсутствует логика, отсутствует рациональность полностью. В них нету ничего логического. И от этого наш ум в них отдыхает. Это очень важно бывает. Особенно, когда голова устала, когда очень много работали головой. И вот голове надо отдохнуть. Вот такие картиночки, просто на них смотреть. Оно очень хорошо дает отдых всей нашей голове. Белого. Да. Да, здорово. Они смотрят друг на друга. Можно давай видеть? Ага, отлично, да. Да, двойняшки. Да. Классно. Здорово. Я надеюсь, там кто работал в лечке, отмыться удастся. Сильно не испачкали. Нет. В принципе, мы так аккуратненько все сделали, в общем-то. Но тем не менее... Да, да, да. Столько вот места надо было, конечно, приготовить. Мы приготовили. Нет, здорово, здорово. Спасибо большое, Дмитрий. Как всегда. Информативный. Да, здорово. Спасибо за уроки. Спасибо большое. Спасибо за уроки. Просто, ребят, если кому-то надо бежать, можно бежать. Вот, может, у кого-то еще вопросы какие есть, задавайте смело. Все уж бежать. Я чувствую, будем до вечера сегодня рисовать. Ну, тоже хорошо. В принципе, иногда это можно себе позволить, такой марафончик устроить. Зарядились. Главное потом сделать ванную немножко, теплую ванну с мылом, помыть все. Можно прямо в одежду, я думаю, залазить прямо в ванну. Маша, ты уже, наверное, всех скупала? Да, я хотела сказать, что я как раз в своих мылах ходила, потому что они у меня... Я противность его. Я противность готов. Спасибо огромное. Я сейчас попрощаюсь. Ладно, пошла дальше и будет заниматься. Спасибо. До свидания. Спасибо тоже. До свидания. Пошли все отмывать. Давайте. Все, Дмитрий, не прощаемся. Все, спасибо огромное. До встречи. До встречи. До встречи. Счастливо. Спасибо. Давайте. Всего доброго вам. И вам тоже. Пока. Ребят, всем счастливо. С пятом и с праздником. Ой, спасибо, Ники, да. Спасибо. Спасибо. А там кто...